Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Мне сейчас 23 года, но я чувствую себя 70-летней старухой. Я очень худая, рост 158 сантиметров, вес 45 килограммов. Кожа на лице сухая, дряблая, вся в морщинах, глаза желтые и безжизненные, тусклые. Ужасные волосы, у меня ужасный запах изо рта, вонючие поты ноги, постоянная сонливость и слабость. На ногах выросли ужасные шишки. Но это еще не самое главное. При всей своей худобе у меня ужасные, жирные, обвисшие, совершенно несоответствующие моей фигуры ягодицы. Кожа на бедрах дряблая, морщинистая, вся в белых поперечных растяжках. С какого возраста появились, даже не помню. С каждым годом растяжек прибавляется вниз по ногам. А родилась я недоношенной. Кормили с рождения молоком и манной кашей. Много лет жила на Севере, где круглый год не было ни фруктов, ни овощей. Врачи недавно признали врожденную эрозию шейки матки. Сколько я себя помню, были запоры. Доходило до 7 дней, принимало слабительные средства. И эту передачу решил посвятить запорам. И как видите, не зря. Потому что в 23 года человек может выглядеть 70-летней развалиной. И все, и всему виной это запоры. Так что же это такое запоры? И как с ними бороться? Задержка испражнений в кишечнике в результате его функционального расстройства называется привычным запором. Причины запоров многообразны и могут быть следующие. Алиментарные. Вот как в данном письме. Это связано с тем, что в организме поступает нужных пищевых волокон, витаминов. И от этого кишечник не работает. Дискенетические. Дискенетические. Это перистальтика неправильно сокращается. Либо имеется сильный спазм, который приводит к запору. Запоры бывают эндокринного происхождения, бывают токсические, рефлекторные. Запоры также бывают при органических заболеваниях центральной нервной системы. Также бывают психонервные запоры. А вот психонервные запоры возникают тогда, когда человек понервничает. Оказывается, сам толстый кишечник имеет 7 заслонок. Чудко реагирует на каждое наше эмоциональное состояние. И человек понервничал. И только раз, 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 попережимались. И всё. Возник запор. И для того, чтобы его ликвидировать, надо расслабиться, надо успокоиться. Тогда он сам пройдёт. Запоры также бывают, как профессиональные заболевания. А нередко запоры бывают смешанные, когда всё накладывается одно на другое. Плохое питание, на эмоции. И в итоге возникают такие упорные, жёсткие запоры. Немножко остановимся на том или ином виде запоры. Алиментарные запоры принадлежат к числу наиболее частых форм расстройства движения перистальтики кишечника. И связаны они в основном с тем, что человек неправильно питается. В его составе нету пищевых волокон. Пища преимущественно мясная, мучнистая. Поэтому, если человек не меняет своё питание, а в основном придерживается мясного крахмалистого, без достаточного количества растительной пищи, то у него возникают стойкие запоры. Развитие запора может способствовать недостаточный приём воды или усиленно потеря его по каким-либо причинам, а также употребление жёстких вод, содержащих много известий. И, конечно же, это сухая обезвоженная пища. В итоге беспорядочное нерациональное питание, рафинированные продукты, перекусы в сухомятку, а также большие перерывы между приемами пищи ведут к развитию элементарных запоров. Не зря говорится, каков стол, таков и стул. Дискенетические запоры составляют главную, наиболее обычную форму привычных запоров. В основе дискенетического процесса кишечника лежит нарушение координации различных видов его моторики, в результате которого развивается одновременно спазм в одних участках, и это не в других. При этом запоры, возникшие вследствие уменьшения двигательной деятельности кишечника, принято называть атоническими, а запоры, возникшие в результате судорожного сокращения стенки кишечника, спастическими. Атонические запоры возникают в результате того, что нервные окончания кишечника либо слабо раздражаются, либо частично теряют способность воспринимать раздражение. Недостаточная стимуляция движения может быть вследствие малого образования каловых масс при нецелесообразном питании, уменьшении химических возбудителей, таких как раздражающих вкус. Второй причиной атонического запора может быть истощение нервных рецепторов стенки кишечника в результате применения частых и сильных раздражителей, например, сильнодействующих слабительных или клизм. Третьей причиной является депрессивные эмоции и настроения, угнетающие моторику кишечника. Четвертая причина – сознательное подавление позыва к опорождению. Этим объясняются запоры у учащихся, стесняющихся выйти из класса при появлении позыва у работниц швейного производства и у других. Причины спастических запоров весьма разнообразны. Человек, оказавшись в жизненном тупике, не знает, как из него выйти. Это порождает бурю эмоций, которые нарушают работу сфинктеров толстого кишечника, вызывая в них спазмы. В итоге большая часть толстого кишечника может сократиться до состояния 2-сантиметрового шланга. Вот такой вот величины. Представляете, вот такая кишка сократилась вот в такую вот тонкую шлангу. А в других частях она многократно расширилась. В одном месте, видите, произошло сокращение, а в другом многократное его увеличение, вплоть до того, что начинают смещаться внутренние органы. И это приводит к тому, что они не только смещаются, пережимаются, ухудшается в них кровообращение, но они еще отравляются выпадами, которые идут через стенки толстого кишечника. В итоге многие такие расстройства по женской части, по мужской части, связаны с тем, что они вызваны запором вот такого вот рода. Кстати, и различные привычки пищевые, такие как употребление чая, кофе, которые обезвоживают слизистую кишечника, высыхают, к тому же ведут к спазмам, курению. Все это ведет к тому, что нервные волокна уже не так реагируют на раздражения, которые идут на стеночку толстого кишечника. И толстый кишечник просто-напросто перестает сокращаться. Особенно это видно при атонических запорах. Кишечная стенка настолько не стимулируется, настолько она расслаблена, настолько она уже недееспособна, что она просто раздувается и пассивно лежит в полости живота. При этом человек не понимает, а почему у него растет живот. Да это как раз накопилось, вот посмотрите, вот следующий рисуночек. Это как раз накопились скаловые камни, которые раздвинули толстый кишечник, сместили внутренние органы со своих мест и образовали такой живот нехороший. И если все это продолжается в течение нескольких лет, то это приводит к тому, что идет самоотравление организма. Все эти вещества, которые имеются в толстом кишечнике, они все-таки куда-то должны уходить, потому что человек регулярно ест. Так вот они и всасываются в кровь. Поэтому вот как раз кровь у нас плохая, кожа плохая, дряблая, нету здоровья, постоянное такое обессиливание, идут различные расстройства организма, человек предрасположен к болезням. В конце концов он настолько пропитывается всеми этими шлаками, которые должны выходить нормально через толстый кишечник, что он просто-напросто заживо гниет и воняет. Уж извините за такую наглядность. Какое может быть здоровье? Так вот для того, чтобы избавиться от этого, в первую очередь необходимо изменить питание. Питание должно содержать волокна, пищевые волокна. Пищевые волокна это мы будем потреблять из салатов. Поэтому делаем салат. Делаем салат. Салат называется... Сезарь. 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 С креветками. С креветочками. Отлично. Салат очень простой. Видите, мы... Первый, самый главный компонент это у нас сам салат. Айсберг, салатные листья. Салатные листья айсберг. Салатные листья. Мы сюда добавляем немножечко майонеза. Это специальный соус для Цезаря, не майонеза. Ага, специальный соус для Цезаря. Да. Отлично. И перемешаем с этой. Выкладываем. Выкладываем аккуратненько в тарелку. Так. И сразу вот креветка очищенная, королевская. Теперь берем креветочки. Это креветка королевская. Королевская креветка. Да, немножко перемешаем соусом. Опять-таки соус. Я еще думаю, почему она у вас такая вкусная получается. Все дело еще в соусе. Да, вот все дело в соусе. Не так просто. А вот это специальный, сама... Сыр пармезан. Сыр пармезан. Перепелиновые яйца. Перепеленные яйца. Перепелкиные яйца. Да. И помидор черри добавляем. Помидор черри, да. Помидор черри, да. И добавляем салат. И сюда. Получается красиво, вкусно, полезно. И запоры исчезнут. Часто кишечник останавливается из-за того, что ему не хватает витаминов группы В, живых витаминов. Откуда их взять? Да, конечно, лучше всего их взять из нашего салата. Поэтому вот эти целебные залтыки, о которых я рассказываю. Добавление в любые салаты проросшего зерна, она практически не меняет вкус салатов, но зато добавляет в них вот эти живые витамины, которые заставляют стеночку толстого кишечника работать. И начинают эти все запоры элементарно исчезать. Итак, у нас, смотрите, компонент основной. Это зеленый салат, майонез, куриная грудка. И теперь мы добавляем тот компонент, который делает его целебным. А именно, мы сюда добавим проросшую пшеницу. Кстати, проросшая пшеница из углевода превращается в растение. Много не берем, но вот так вот примерно в лосточку. Все, наш салат обогащен витаминами группы В и имеет колоссальную биологическую ценность. Ввиду того, что стенка толстого кишечника еще обезвожена, ее надо восстановить. Особенно, если человек долго применял слабительные средства. Она, знаете, тонкая, безжизненная. Ее надо напитать влагой, напитать биологически полезными веществами. И для этого лучше всего подходят соки, свежевыжатые соки. Какие? Конечно, морковный сок. В него добавляйте сельдерей. Сельдерей пускай будет черешковый. Сельдерей пускай будет корешковый. Вот вещества, которые находятся в сельдерее, они прекрасно стимулируют работу стеночки толстого кишечника. И со временем, если мы будем хотя бы по два стакана этого сока морковно-сельдерейного употреблять, перистальтика у нас восстановится и будет работать нормально. Если же мы не будем этого делать, ничего у нас не получится. Очень хорошо соки из тыквы, очень хороши соки из яблок. А вот когда у нас пластические запоры нервного происхождения, к сожалению, они требуют совершенно иного подхода. Для этой цели пойдет больше теплая пища, содержащая меньше клетчатки. Значит, клетчатка должна быть такая мягкая в виде пюре. И вот здесь для того, чтобы избавиться от пластических запоров, особенно связанных с нервным перевозбуждением, лучше всего подойдут это различные каши, хорошенько разваренные. Особенно подходит тыквенная каша. Она содержит вот такие вот волокна, очень-очень нежные. Поэтому в тыквенную кашу можно добавить, допустим, опять-таки в нее проросшую пшеницу, можно добавить в нее немножечко зелени, можно использовать такие супы, пюре и обязательно в теплом виде. Потому что любое холодное вещество, которое попадает внутрь организма, оно еще ведет к большему спазму. А только теплота способствует расслаблению. Поэтому для того, чтобы избавиться от пластических запоров, надо больше употреблять теплой пюреобразной пищи. Желательно, чтобы туда еще добавляли топленого масла. Вот это как раз топленое маслице. Будет умощать все и расслаблять. Если для того, чтобы избавиться от атонических запоров, нам нужны движения различные, очень хорошо подойдет ходьба, какие-то манипуляции с животом, то есть сжатие, перекручивание, то при спастических запорах, наоборот, необходим покой. Чем больше покоя, теплых процедур, таких как ванны прогревающие, пускай даже парная подойдет, тем тело лучше расслабляется. Лучше расслабляется, значит, снимаются вот эти спазмы и восстанавливается перистальтика. Поэтому для того, чтобы восстановить нашу перистальтику и избавиться от элементарных запоров, необходимо использовать в пищу больше пищевых волокон, больше движения, больше свежевыжатых соков, чтобы они восстановили слизистую толстого кишечника, и она начала нормально работать. А вот для того, чтобы избавиться от спастических запоров, поступаем буквально-таки наоборот. Здесь надо покой, расслабление, теплые процедуры, употребление в пюреобразной теплой пищи и добавление масла. Масло обладает желчегонным эффектом, который дополнительно стимулирует стеночку толстого кишечника на ее перистальтику нормально. Да и, кстати, резкой пищи никакой нельзя употреблять при спастических запорах, потому что вот это все, это резкое, грубое, может привести к еще большему спазму. Вот, применяя указанные рекомендации, которые я сейчас вам рассказал, вы можете избавиться от элементарных и спастических запоров, восстановить перистальтику, а вместе с ней восстановить собственное здоровье организма и наслаждаться крепким здоровьем, красивой кожей, чистым дыханием и большой жизненной активностью. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться и помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!